МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа событий в эфире канала Лида ТВС. Новости Амерегиона вас знакомит сегодня Лидия Поздняк. Здравствуйте. Сразу о главных темах выпуска. Горожане пришли на помощь. Лицкая молодежь убирает яблоки в саду в агрогородке Торнова. Безопасность на первом месте. Скейт-площадка на улице Тухачевского огораживается. Активно, креативно и амбициозно. Молодой учитель биологии Несса Голубева каждый день убеждается, что профессию и первое место работы она выбрала правильно. Картины педагогов-художников и их учеников. В Лицком историко-художественном музее открылась выставка-продолжение. В Тарновском саду кипит работа. В этом году здесь вырастили неплохой урожай яблок. Собрать их планируется более тысячи тонн. Объем не маленький, справиться с ним своими силами работники сада не смогут. Поэтому на помощь приходят горожане, в том числе и молодежь. Олеся – это не только красивое женское имя, но и вкусный сорт белорусских яблок. Его и еще 15 сортов яблок белорусской и зарубежной селекции выращивают в саду в агрогородке Тарнова. Его площадь – 80 гектаров. Сейчас яблочная уборочная в самом разгаре. За день собирается около 30 тонн витаминной продукции. Конечно, шесть работников сада столько снять с деревьев не смогли бы. На помощь им уже две недели приезжают литчане – работники управления образования, завода оптик, обувной фабрики, а также жители Березовки. Работают в Тарновском саду и учащиеся Лицкого колледжа. Помощь, я вам скажу, из тут отряда очень актуальна, потому что своей силой мы уже не справляемся. И поэтому мы попросили помощи у нашего районного начальства. Большое спасибо народчику Ольге Анатольевне, начальнику сельхозуправления, она оказала посильную помощь нам, именно в организации людей на подвозе на работу к нам. Ну и немножко сроки сдвинулись и, скажем так, увеличились объемы сбора. В первой половине дня молодежь учится, а во второй работает. На уборку яблок приезжают учащиеся третьего курса. Они бойцы студенческого отряда имени Лидии Вашкевич, созданного при элитском райкоме БРСМ. Сегодня у нас работает около 30 человек. Я вам скажу, ребята не ленятся. Видно, что к труду они, как бы вам сказать, приспособлены, подготовлены. Сказали, объяснили, ровненько встали, с автобуса вышли, там не бегают, на посторонние дела не отвлекаются. Сразу пошли, сразу начинают работать. И к шести часам приходит автобус, их забирает и они уезжают. Возглавляет студотряд Дмитрий Крупский. Он и сам работает и следит за дисциплиной. А вот бригадир сада Снежана Витукевич наблюдает за качеством сбора яблок. Ведь плоды нужно собирать, соблюдая технологический процесс, иначе они будут портиться. Перед уборкой витаминной продукции ребятам она дала так называемый мастер-класс. Работать в Тарновском саду учащиеся Лидского колледжа будут в течение двух недель. Говорят, в начале учебного года совмещать учебу и работу возможно. А молодость дает силы после возвращения домой еще и на отдых с друзьями. Учимся до двух часов, два часа садимся в автобус. Автобус нас сюда привозит. И мы здесь работаем до четыреста. Артем Мацукевич считает, что работа в саду – это и помощь сельчанам, и способ заработать. А если учесть, что погода стоит хорошая, то и на свежем воздухе провести теплый осенний денек очень даже неплохо. Я считаю, что мы должны помогать своему государству, предприятиям, которые обращаются к нам за помощью. Учреждения, молодые люди, простой заработок работы. Все, ничего сложного тут нет. На сегодня в Тарновском саду собрано около 300 тонн яблок. Часть направлена в социальные учреждения личины и магазины. Часть на перерабатывающие предприятия Беларуси. А часть – в хранилище на территории сада. В этом году на формирование стабилизационного фонда будет отдано 10% собранного урожая яблок. На спортивной площадке на улице Тухачевского снова идут ремонтные работы. На этот раз устанавливается ограждение вокруг скейт-площадки. Из районного бюджета на его приобретение установку было выделено 17 тысяч белорусских рублей. Работы проводят работники Лицкого районного физкультурно-спортивного клуба, чьим объектом и является данная площадка. Завершить их планируется на следующей неделе. Благодаря нашему Лицкому исполнительному комитету и лично нашему мэру и заму владыку Геннадию Анатольевичу был приобретен забор за бюджетные деньги. Все строящиеся площадки, скейт-площадки, они должны быть по плану все ограждены. Вот закупили забор, начали устанавливать этот забор своими силами, своими работниками на прошлой неделе и думаем закончить на следующей неделе. Был еще приобретен новый забор, ограждена наша мини-футбольная площадка. Но еще будем приобретать и дальше будем восстанавливать целостность футбольной мини-площадки. Напомним, в конце августа на скейт-площадке на улице Тухачевского появилась новая фигура. Кроме этого, на одну из фигур было заменено изношенное покрытие. Мечты сбываются, и это не только о мечтах лицких скейтеров, но и о мечтах Инессы Голубевой. С детства нагрезила профессии учителя, хотела продолжить семейное дело и так же, как мама, связать свою жизнь с педагогикой. Поэтому после школы поступила в БГУ на биологический факультет. В этом году закончила вуз и вернулась в родной город. Строгий костюм, часы, чтобы не опоздать на занятия и классный журнал в руках. Такой нас встретила молодой учитель 6-й лицкой школы Инесса Голубева. Она работает второй месяц и каждый день все больше убеждается, что не ошиблась в выборе профессии. В дипломе у Инессы написано «Специальность – биолог, биотехнолог, преподаватель биологии». Она, конечно, могла и не работать в школе, однако желание учить детей оказалось сильнее. Хотела стать педагогом с детства, мама – учитель, поэтому с детства играла в школу, была учителем. Ну и рада очень, что попала именно на вот эту профессию, не биотехнолог, а именно преподаватель биологии. На самом деле было только два выбора, то есть либо в медицинский, либо в БГУ. Ну, БГУ, говорили, центральный вуз страны, действительно это так, поэтому все-таки решила остановиться на выборе БГУ. Поступила туда, не пожалела, потому что действительно центральный вуз страны, действительно центральные мероприятия. Там столько знаменитых людей, как смотришь сейчас на учебники и понимаешь, ой, ты мой преподаватель, так круто. Инесса училась в девятой лидской школе, окончила ее золотой медалью. На централизованном тестировании набрала достаточно баллов для поступления в БГУ. С учетом десятибального аттестата у нее было около 330 баллов, что позволило поступить на бюджетную форму обучения. Инесса признается, что не перестает мысленно благодарить школьных учителей, которые в свое время заставили грызть гранит науки. Полученные тогда знания пригодились во время учебы в университете. Учиться было достаточно сложно. Я не верила, когда мне говорили старшие курсы, что, ой, будет сложно. Я говорю, да что там сложно, ой, все легко. Но на самом деле сложно, и я бы хотела сказать спасибо своим учителям в школе, которые говорили, учись, сиди, учись, потому что это пригодится, это действительно очень пригодилось. Будучи студенткой, Инесса проходила практику в одной из минских гимназий. Там она получила и ценные знания, и практические навыки, которые сейчас ей очень помогают. Сегодня молодой учитель биологии каждое утро спешит к своим ученикам, а ведь когда она поступала в БГУ, она и не предполагала, что вернется в родную Лиду. Процесс распределения был достаточно сложный. Меня вообще по распределению нам в основном давали это Минская область, то есть это Борисов, Жодино, Слуцк. То есть вот такие вот отдаленные вообще от Лиды города, но я все-таки выбрала вернуться на малую родину, в Лиду, и стать все-таки здесь учителем, чем быть учителем где-то далеко, далеко от родни, далеко от своей родины. Решила посвятить себя все-таки лично. На вопрос, хотела ли остаться в столице, Инесса твердо отвечает – нет. И объясняет, роднее города, чем Лида, у нее не будет. Я люблю такое выражение, как столица у нас не резиновая. То есть как бы все туда идут, и мы особо там никому не нужны, потому что есть все-таки свои кадры. Ну и сердечко все-таки притянуло меня больше в Лиду. Хотя на первом-втором курсе я говорила – нет, я в Лиду не вернусь, не хочу. А потом с третьего курса уже мама, я домой, я хочу сюда. Все-таки тихий город, свой родной, знаешь каждый уголок, знаешь, как идти, на чем ехать, поэтому все-таки здесь. В этом году в шестой школе четыре молодых специалиста, но лишь Инесса Голубева согласилась взять классное руководство. В ее пятом Б – 30 детей, для них она авторитет. И хотя биология начинает изучаться лишь в седьмом классе, своим ребятам она сейчас преподает предмет «Человек и мир». Инесса Романовна одна из молодых специалистов, которая взяла классное руководство, не побоялась. Поэтому мы надеемся, что у нее все получится, что она принесет нашему педагогическому коллективу много побед. Мы надеемся на то, что вместе со своими детьми достигнет высоких результатов в олимпиадном движении, в творческих конкурсах. Мы желаем ей только побед, успехов. В коллектив шестой школы, кроме молодого учителя биологии, влились в этом году два учителя английского языка и учитель математики. К слову, последний выпускник этой школы. Старшие коллеги и молодежь приняли хорошо. За каждым молодым специалистом закреплен опытный наставник, который оказывает необходимую методическую помощь. Наши молодые специалисты взяты, скажем так, под крыло опытных педагогов. Поэтому чувствуют, я надеюсь, себя очень комфортно. Все общительные. Если у кого-то возникают какие-то проблемы или вопросы, то всегда старшие товарищи придут на помощь. Инесса благодарна за поддержку и помощь и коллегам, и своим ученикам. Не только пятиклассники, но и старшеклассники приняли ее хорошо. Мои ожидания реальность на самом деле не совпали. Мои ожидания были, что будет очень сложно, что ученики не будут слушаться, что я молодой специалист, боже, что делать. Но реальность оказалась гораздо проще. Конечно, в первую очередь это благодаря ученикам. Ученики действительно благодарны. Видно, что они относятся с уважением. Хотя казалось, что будут относиться предвзяты, но молодой специалист, особенно 10 класс. Но ребята молодцы. То есть они относятся действительно с уважением, с пониманием, что молодой специалист надо помочь, поддержать эмоционально и морально. Еще могу сказать, что мои школьные знания и знания с университетом не очень пригодились. Но я не буду останавливаться на этом. Буду дальше развиваться вместе с детками. То есть помогать им узнавать что-то новое и узнавать сама. Инесса Голубева всегда была активной и в школе, и в университете. Активна она и на работе. В шестой школе продолжила заниматься творчеством и общественной деятельностью. В этом учебном году шестая школа отметит 55-летие. Готовятся и педагоги, и учащиеся. Инесса во главе творческой группы молодых учителей. Я со школы еще такая активная, то есть где я только не была. И была и депутатом молодежного парламента, и была председателем дружины в школе, и была призером, заняла третье место лидер года 2016, то есть на республике. Не знаю, пока у меня энергия не иссякла. Дерзать и ничего не бояться. Такой совет Инесса Голубева дает тем, кто готовится к распределению и не знает, что ждет на первом рабочем месте. Куда бы ни направили, в любом случае это будут новые возможности и определенный жизненный опыт. Погода в этом году капризна, как никогда. Удивила снегом, потом холодной весной, а на смену жарким июню и июлю пришел достаточно прохладный август. Сентябрь тоже не был похож на себя, выдался холодным и дождливым. Хотя были дни, когда столбик термометра поднимался выше плюс 25. После такого, каким будет октябрь, уже сложно и представить. Однако прогнозируется, что первая декада месяца будет теплой. Сентябрь у нас выдался прохладным и дождливым. Хотя климатологи считают, что сентябрь был в пределах нормы, потому что среднемесячная температура была всего лишь на 1 градус ниже нормы. Но все-таки было достаточно холодно. Были среднесуточные температуры и на 6 градусов ниже нормы, и на 5 градусов выше нормы в течение месяца. Если же говорить по абсолютным и минимальным температурам, то максимальная температура у нас была в середине месяца, 11 числа, плюс 25,6 градуса, а минимальная под конец месяца, 27-го, всего лишь плюс 3,3. Заморозки на почве не отмечались, но были два дня с температурой ниже 0 градусов на высоте 2 сантиметров. Если же говорить потом, какой у нас день был за весь период наблюдения, самый теплый, самый холодный, то абсолютный максимум у нас был 1 сентября 2015 года, почти 34 градуса. А вот абсолютный минимум был зарегистрирован во время войны в 42-м году, 15 сентября, минус 5,3 градуса. Хотя эти данные не совсем точные, потому что метеостанция в 41-м году перестала работать, и в 44-м она была восстановлена работоспособность. Какие тут наблюдения проходили во время войны, это вопрос. Но Белгидромет считает, что была вот такая температура. Самый теплый день у нас в сентябре был в этом 13 сентября, плюс 17 градусов, а самый холодный 20-го, даже 6 градусов не было, плюс 5,7. Но зато сентябрь выдался крайне дождливым. У нас выпало полторы нормы месячных осадков, но вторая декада отличилась. Во-первых, был установлен рекорд абсолютного количества осадков за вторую декаду сентября. Он держался с 93-го года. У нас за вторую декаду сентября выпало 3,5 декадных нормы осадков. А за три дня, с 17 по 19 сентября, у нас выпало 120% месячной нормы. То есть осадков было достаточно много. Суточный рекорд также был обновлен. 18 сентября у нас выпало 35 миллиметров осадков. До этого у нас рекорд держался с 57-го года, когда было всего лишь 30 миллиметров. По другим атмосферным явлениям, как и в прошлом сентябре, была всего лишь одна гроза. Туман два дня был. В прошлом сентябре было три тумана. Метеорологи Белгидромета нам обещают среднемесячную температуру октября в пределах нормы. Где-то на 0,5-1 градус ниже нормы. А вот первая декада октября будет на 1 градус выше нормы. Норма у нас составляет 8,8 градусов для Лиды. Начало октября, как вы видели, практически без дождей. Температура выше 13-15 градусов. И в течение ближайших трех суток у нас дожди Белгидромет не прогнозирует. Температура воздуха будет составлять от 13 до 15, а в отдельные дни до плюс 17 градусов. Но прогнозируют местами по области заморозки до 0,3 градусов. Будут ли заморозки у нас в Лидии в районе? Посмотрим. Хотите увидеть продолжение? Отправляйтесь в Лидский историко-художественный музей, где накануне Дня учителя открылась выставка под таким названием. Это проект Лидской детской художественной школы искусств, который уже не первый год объединяет картины ее педагогов и учащихся, а также художников из других регионов Беларуси. В экспозиции сейчас 84 работы, выполненные в различных жанрах и техниках. Они написаны во время традиционного пленера «Красота Божьего мира», организуемого Детской художественной школой искусств совместно с Православной Церковью. Этим летом его участники рисовали храм в деревне Бобры. В предыдущие годы передавали красоту других святынь Лидской земли. Каждое лето педагоги нашей школы готовят свой учительский пленер с красивым названием «Красота Божьего мира». И это уже стало традицией к началу учебного года. В этом году, к замечательному празднику, Дню Учителя, мы открываем снова эту выставку. Это событие огромное для каждого учителя, потому что ученик рядом со своим любимым учителем – это и есть продолжение. Продолжение в учениках – это частички творчества, которые каждый учитель с любовью передает своему ученику. В этой выставке участвуют все педагоги нашей школы, и не только нашей школы. Это уже стало излюбленным мероприятием. И к нам педагоги со всей области приезжают. И в этом году были замечательные белорусские художники. Гоманов Леонид Михайлович, Данилов Виктор Николаевич. И здесь можно тоже полюбоваться их замечательными работами. Работать выставка-продолжение в Лидском историко-художественном музее будет до конца октября. Посетить ее можно как группой, так и индивидуально. В любом случае духовная подпитка обеспечена. Ко Дню Матери Лидское телевидение объявляет конкурс и предлагает побороться за подарок от санатория «Радуга». Открытого акционерного общества «Лакокраска» сертификат на тур с поддень в санатории «Радуга». Лидское телевидение решило поздравить всех причастных к празднику День Матери. Условия конкурса, как всегда, очень простые. Первое, что нужно сделать, это подписаться на два инстаграм-аккаунта «ТВ Нижнее подчеркивание Лида» и «Санаторий Радуга». Второе, что нужно сделать, это поставить лайк на публикацию о конкурсе. Третье условие, нужно репостнуть эту публикацию о конкурсе к себе в сторис и отметить, опять же, два инстаграм-аккаунта «ТВ Нижнее подчеркивание Лида» и «Санаторий Радуга». Самое важное условие, нужно отметить своего друга в комментариях. Чем больше комментариев одного пользователя, тем, собственно, выше вероятность вашей победы. Результаты конкурса будут подведены 14 октября в День Матери в инстаграм-аккаунте Лицкого телевидения в прямом эфире. Желаем всем удачи! Спешим сообщить, что в «Санатории Радуга» действуют скидки на путевки до 25%. Подробную информацию администраторов по телефонам плюс 375-33, 370-37, 37 и плюс 375-44, 70-70, 991. Сделать приятный сюрприз самому дорогому человеку на свете, маме, может помочь Лицкое телевидение. Закажите поздравление в эфире нашего канала, и любимая «Мамина мелодия» уж точно будет отличным подарком ко Дню Матери. Оформить заявку можно в отделе приема заявок, расположенном по адресу город Лида, улица Грюнвальдская, 1, гостиница Лида, офис 5. И на нашем сайте tv-deficelida.by, а также можно воспользоваться вайбером плюс 375-29-381-8008, либо набрать номер 620062. Напомним, в эфире Лицкого телевидения можно поздравить родных, друзей, знакомых и коллег с любым праздником. И еще, если вы хотите что-то продать или купить, а может ищите работников или предлагаете свои услуги, воспользуйтесь нашей бегущей строкой. Стоимость одного объявления для физического лица – 2 рубля 50 копеек. Закажите объявление в бегущей строке и убедитесь, что это действенный способ рекламы. Оформить заявку можно, как и на музыкальное поздравление, в отделе приема заявок, расположенном по адресу город Лида, улица Грюнвальдская, 1, гостиница Лида, офис 5. На нашем сайте tvdefisleida.by по вайберу плюс 375 29 381 8008, либо по номеру 620062. Наш сегодняшний выпуск завершен. Хорошего вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова